Здравствуйте дорогие друзья! Вы на видеоканале Цейхгаус, канале для любителей военной истории. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк и подписаться. Приятного просмотра! Размах военных действий в 100-летнюю войну потребовал дополнительных наемных военных соединений, потому что феодальная ленная система не удовлетворяла воюющие страны маленькой численностью войск и их слабой дисциплиной. Множество экономических и социальных факторов привели к постепенному обнищанию рыцарства. Так, если раньше рыцарь и 3-4 его спутника являлись на службу с запасными лошадьми, то по документам 1353 года на 98 рыцарей, числившихся в составе роты, только 10 имели по 6 лошадей, 52 по 2 и 36 по 1. Легко и средневооруженные сержанты в данном случае в расчет не принимались. Полная рыцарская экипировка стоила очень дорого и была не по карману многим дворянам, что повлекло еще большее сокращение числа природных рыцарей в армиях. Соответственно, для пополнения рядов конницы наниматели-капитаны были вынуждены брать на службу всех желающих, в основном горожан, способных на свои средства купить снаряжение и вступить в состав роты. Социальный состав тяжелой кавалерии стал меняться. Хотя личная подготовка воинов из недворянского сословия была намного ниже, это компенсировалось тем, что всадники в составе наемной роты имели возможность больше внимания уделять совместному обучению. Раньше такие тренировки проводились в основном на рыцарских турнирах, которые одновременно служили сборами ленников и местом, где можно было производить общие маневры. Теперь же конники могли проводить такие занятия хоть каждый день, разумеется в зависимости от того, насколько капитан был заинтересован в боеспособности своей роты. К 1444 году Карлу VII удалось изгнать англичан из большей части Франции и затем заключить с ними продолжительное перемирие. В средстве этого большое число наемников, бывших в войске, стало излишним и приходилось их распускать. Но при этом появилось опасение, как бы они в таком случае, ввиду необходимости добывать себе пропитание и непривычки к работе, не составили шаек разбойников и грабителей. Чтобы избежать этой опасности и вместе с тем укрепить внутренний порядок и увеличить авторитет короля, Карл VII решил выбрать лучших солдат из своего войска и составить из них постоянную армию. Важным толчком к проведению реформы послужило то, что Карл VII французский установил закон от 1425 года, по которому все воины кавалерийских рот, кроме командиров, независимо от их социального статуса и места в строю, будь он тяжеловооруженный ланцер-копейщик или стрелок-аршер, получали одинаковые жалования. Конечно, эта мера была пока применима только к наемным ротам, где процент дворян был невелик. Реорганизация армии и, в частности, конницы была проведена в два этапа – законными ордонансами от 1439 и 1445 годов. Изначально из капитанов были отобраны 15 самых надежных и боеспособных, чьи роты были наилучшим образом обучены и экипированы. Состав каждой роты определялся в среднем в 600 конников. По установившимся правилам она должна была состоять из 100 копий по 6 воинов. Одно копье должно было состоять из одного жандарма тяжеловооруженного всадника, двух аршеров и двух-трех легковооруженных всадников, основным оружием которых были дротики и копья. На деле количество конников в копье сильно разнилось с эталоном и на одного жандарма приходилось три стрелка и один кутелье, легковооруженный, не имеющий лука и арбалета, или два кутелье и два стрелка. Кроме того, каждому копью предавался один паш, в обязанности которого входило смотреть за лошадьми, и один пеший кнехт, или валет. Дельбрюк считал его не комбатантом, то есть не участвующим в боевых действиях, что вряд ли соответствовало действительности. Естественно, количество конников зависело от мобилизационных возможностей региона, где они набирались. Ордонансные роты были тяжелой конницей. Жандармы имели полное предохранительное вооружение, как прежние рыцари. Короткие копья, обоюдоострые мечи и секиры или палицы. Стрелки и оруженосцы имели более легкое предохранительное вооружение. Арбалеты, копья, мечи, кинжалы и палицы, причем последние прикреплялись к седлу. Они носили также кольчуги, а поверх них железную грудную керасу. Некоторые же имели бригантины, кожаную грудную керасу, покрытую железными чешуйками. Одновременно с организацией постоянной конницы, Карл VII позаботился и об организации того же характера пехоты, учреждением вольных стрелков. Каждый церковный приход должен был выставить и содержать одного лучника, который выбирался королевскими офицерами среди лучших стрелков из лука. Лучники эти получали шлемы, бригантины, мечи и кинжалы и собирались по воскресеньям и праздникам для учений и стрельбы из лука в полном вооружении. Они были освобождены от всех налогов и получали от своих приходов, пока находились на жаловании, по 4 франка в месяц. Это не было, собственно говоря, постоянное войско, а скорее организованная милиция. Людовик XI довел число ее до 16 тысяч человек. Она разделялась на 4 корпуса по 4 тысяч человек. Каждый корпус на 8 рот по 500 человек. В это время конница перестала строиться в одну шеренгу, как во времена Ленной системы и рыцарства. Стрелков начали перемешивать с жандармами и скоро остановились на строе по эскадронно в трех шеренгах. Жандарм и за ним два лучника. Точного времени этой перемены указать нельзя. Лану говорит, что до Генриха II французские жандармы строились в одну шеренгу. Как говорят, построение конницы в эскадроны было впервые применено в своей армии герцогом Бургундским Карлом Смелом. Он же издал нечто вроде «Устава для своих войск» – первая книга, касающаяся тактики или военного образования во времена возрождения военного искусства. Настоящих кавалерийских эволюций не производилось до 1473 года, так как вообще кавалерийская служба не могла достигнуть известного совершенства, пока монархи не получили такую власть, чтобы ограничить права дворянства и подчинить его строгой дисциплине. Первую шеренгу и фланги составляли жандармы. Во второй стояли кутелье, снабженные неполным доспехом и вооруженные копьем, длинным или обыкновенным. В третьей, четвертой и пятой ставились стрелки, лучники или арбалетчики, либо просто легковооруженные с дротиками или копьями. Организация, выучка и взаимодействие родов войск по-прежнему находилась на низком уровне, что придавало отдельным стычкам и сражениям чрезвычайно сумбурный характер. Формирование почти всех европейских пород лошадей происходило под влиянием восточных. Особенно мощную волну воздействия вызвало арабское вторжение в Испанию и Францию в начале VIII века. До прихода арабов в античный период во Франции, Британии, Иберии и Германии использовались низкорослые лошади типа пони. Очень выносливые, но не годившиеся под седло тяжелого вооруженному всаднику. Их потомками можно считать такие современные породы, как французские арье-жуаз и камарк. Свою лепту в селекцию европейских боевых коней вносили восточные кочевые народы – сарматы, аланы, болгары, авары и венгры, мадьяры. Но, как правило, они оседали в восточной Европе, и лишь небольшая часть их скукунов попадала на запад. Типичными породами рыцарских лошадей периода VIII-XIII веков были андалузская и фрисская, параллельно с ней развивавшиеся на севере Европы. Эти кони не были тяжеловозами. В тот период от рыцарского коня не требовалось иметь крупные габариты, потому что важнее были быстрота и резкость движений. Только на таких лошадях можно было на равных воевать с арабскими, а затем с сарацинскими всадниками. Животные были небольшого роста, что позволяло воину без труда спешиваться и вновь садиться в седло, но с крепкой, широкой грудью и сильными ногами. Этого требовала тактика сомкнутых атак для прорыва вражеского фронта. Центрами селекции лошадей в Европе стали монастыри. Такая практика была введена еще при Карле Великом и не прекращалась на всем протяжении средних веков. С конца 14-го, начала 15-го веков тенденция меняется в сторону укропнения боевых конских пород. Современными представителями таких лошадей можно считать Норийскую, Бельгийскую, Ютландскую, Бретонскую и ряд других. Это обусловлено тем, что западноевропейские королевства, ведя непрерывные войны между собой, почти не сталкивались с легкими восточными конниками-лучниками. А стало быть, в особой резвости от рыцарских коней уже не требовалось. Наоборот, чем массивнее, тяжелее и крупнее была лошадь, тем больше было шансов одержать победу, поскольку при таранном копейном ударе более тяжелый конь опрокинет того, что полегче. Можно представить, какой силой обладала рыцарская колонна, если все тяжеловооруженные воины в первой шеренге сидели на таких лошадях. Исключениями были только герцогства Испании и Италии, так как их кони занимали некую промежуточную ступень между легкими восточными скакунами и тяжелыми североевропейскими мастодонтами. На востоке мощные ширококосные лошади так и не прижились, и тяжелые вооруженные всадники там имели коней, хотя и рослых, но сильно уступающих в массе с западноевропейским. Поскольку при маневренной степной войне эти животные были бы обузы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...